И кто имеет желание, заходим в Zoom и голосом будет возможность задавать вопросы. Все есть. У меня такое ощущение, что как-то тормаживает. Это всегда так. Это нормально, это интернет. Он не онлайн. То есть он заторможет где-то 3-4 секунды. Похоже на какой. То есть ты говоришь, а ребята услышат это через 2-3 секунды. Ну, если можно телефон включить и сам услышит. Тема разговора какая сегодня? Ну, сейчас расскажет, кто будет у нас. Да, тема разговора. Ты, наверное, будешь ведущим. Он услышал вопросы задавать и ребят будут задавать вопросы. Да, наверное, ребята больше. Потому что все-таки не моя тема. Мне сложновато, если честно. Так. А кто-то вроде дропшит уже приходит, нет? Нет. Какой дропшит? У меня есть товарищ. Вдруг можно сказать. И мы с ним начинали. Ну, точнее, я начинал. Он ко мне пришел. И попытались несколько раз с ним приват запустить. И у нас что-то с ним ни разу не зашло. И вот он дропит. Вот. И у нас с ним был один там товар. Это там DVD дисками мы торговали. Там с горем пополам. Я деньги свои вернул. Вот. Потому что аккаунты забанили. Вот мой весь опыт. Не знаю, что это. Дроп. Опт. Черный опт. Там я не знаю, что это такое. Вот. Но были свободны денежные средства. И было интересно посмотреть. И у Сергея было два аккаунта. Аккаунт один заблокировали, один не заблокировали. Ну, вот, соответственно, и при своих остальных. Вот, в принципе, и весь бизнес такой ненавязчивый. Вот. Вот весь мой опыт дропа и всего остального. Ну, понятно. Вот такие то что будем начинать, да? Четырочку. Да. Сейчас это запись включаю. Секундочку. Бам. Ну, даже не буду. Из Фейсбука потом скопируем. Так. Так. Сейчас я проверю. Пять секунд на телефоне. Что там показывать сейчас? Я, в основном, пять минут жду, да запускаем. Мне кажется. Так. Тебя отлично видно. Ну, в принципе, такая запись, значит, и будет. Так. Так. Всем привет. Сегодня у нас 29 октября. Тема наша. Наверное, лучше ты ее назовешь? Ну, это даже не тема. Это как бы разговор. Да. Тема нашего разговора сегодня – это дропшиппинг. Как максимально избежать бана и неприятностей при дропе. То есть мы поговорим сегодня довольно-таки кратко о основных аспектах безопасности и почему люди получают так много проблем сразу при старте при дропшиппинг. В дальнейшем можно будет присоединиться на последующий вебинар. Вот Денис об этом сделает в дальнейшем объявлении и анонс. Но сегодня мы поговорим о базовых вещах, о тех вещах, которые всех волнуют. Тем более сейчас то, что мы видим, ту ситуацию, которая происходит на Амазоне с дропом, она довольно-таки негативна. То есть Амазон реально, с моей точки зрения, довольно-таки жестко взялся за дропшиппер. Нормально слышно, да? Да, слышно, нормально. Окей. Я, кстати, в своей группе проводил опросы, где-то было в августе месяце, по поводу того, кто за что получал банный аккаунт. Группа у меня, конечно, гораздо меньше, чем у тебя, но могу сказать, что на первом месте были банные аккаунты сразу при регистрации. Ну, это понятно, как входили, да? Ну, давай начнем прямо с первого. Баны при регистрации. На данный момент мы раньше регистрировались. То есть я, например, там, мы людей консультируем, но мы никогда не обучаем, как регистрироваться, как получать аккаунт. То есть они как бы никогда не были на это заточены. Я там сто лет назад зарегистрировал несколько своих аккаунтов, потом через годы, ну и там себе тоже регистрировали. Но в последнее время мы перестали это делать, я стал покупать. Да, то есть у меня начали друзья это делать, и мы, когда стали масштабироваться, стали больше этих аккаунтов покупать. Потом появился этот утилити билд, несчастный, сколько он там, где-то 2-3 месяца назад. Но когда я проходил, никаких утилити билд не было, я просто давал документы со второй, с третьей попытки и регистрировался. Я с ребятами поговорил, кто как бы часто делает сам себе аккаунт, и говорят, что в принципе, если делать все правильно, утилити билд и не запрашивать никогда. Так или нет? Да, да, абсолютно верно. Во-первых, смотри, вот сейчас, по моим наблюдениям, все эти банны аккаунтов, они, грубо говоря, мышц проверочный характер, вот, когда регистрируется новый аккаунт. Насколько я вижу, да, повышенным не менее, естественно, их аккаунтом из стран бывшего СССР. Вот почему, с чем это связано, ну это понятно, да. Амазон, я так понимаю, уже два года с небольшим наблюдать резкое, просто дикое увеличение трафика из этих романов, особенностью в Украине и России. И, естественно, куча аккаунтов, которые были забанены там при дробях, вот, они также внесли свою лепту в то, что Амазон обратил на это внимание. Ты все правильно, кстати, сказал, по поводу того, что если делать все верно, то все это можно абсолютно нормально пройти. По поводу покупных аккаунтов, ну, слушай, я не знаю, скажешь так, почему ты так рискуешь, потому что покупать с одной стороны кота в мешке… Нет, нет, у меня, я не масса, у меня там просто единицы, это технические аккаунты для склейки там или каких-то таких вещей, то есть они мне… Невеликий риск, так скажем, невеликая потеря. Да, в качестве технического аккаунта их брать можно, а в качестве рабочего аккаунта, ну, как бы, довольно-таки высокие риски по большому учету. История нового аккаунта, понимаешь? И что там было, какая именно там была прелюдия, ты тоже совершенно… Ну, в основном новые, наверное, мы сейчас говорим о новых в первую очередь, не о тех аккаунтах, которые именно старые, потому что сейчас вот мода пошла поднимать цены на аккаунты, которые там, что там, 16-го года, ну, где деньги не задерживаются, раз в две недели платят. Да, да, это абсолютно нормально. Кстати, по поводу новых аккаунтов, ну, смотри, я смогу сказать уж опять же, но новые аккаунты, когда начинают заливать листинги, особенно заливать листинги, как мерчи, то опять же идут, грубо говоря, вот так называемые рандомные баны, да, то есть банят, но банят, естественно, не всех, банят выборочно. Причем, если ты работаешь как мерч, то вероятность поймать вот такой рандомный бан уже на этапе просто добавленной листинги, она гораздо выше, чем если ты работаешь как FBA-продавец. Хотя по FBA-селлерам такая тенденция тоже есть, то есть народ ловит рандомные баны на новых аккаунтах, то есть человек покупает товар, товар приехал на Апреп, на Апрепе обработался, пока он едет на Амазон, все, аккаунт уже в бане. Но там гораздо проще, поскольку если работают легально как FBA-селлер, то, соответственно, вот дают инвойс и разбанятся, буквально там, вот с первого же письма. Ну, есть моменты по банам, я слышал, единственные такие вот, когда начинаются манипуляции с отзывами, то есть когда особенно FBA-выкупы пошли, и там какое-то количество, там несколько десятков штук выкупили, и привет, аккаунт, до свидания. Да, слушай, они сейчас жесткие гайки закручивают, ну, Амазон уже в политике написан, да, то есть сейчас вот люди удивляются, почему не плачут деньги за Inauthentic, да, ну, Амазон в политике четко написан, у них есть так называемый counter-fight policy, в которой черным по белому написано то, что за Inauthentic и за прочие, грубо говоря, нарушения закона они могут не возвращать деньги. В число прочих, ну, вот могут входить, в принципе, по большому счету и входят. Ну, понятно, понятно. Двигаемся дальше тогда. Да, теперь, что касается самих банов, то есть, ну, грубо говоря, если мы проходим все этапы регистрации, в принципе, сделать это довольно-таки несложно, то есть либо самостоятельно, скажем так, с повышенной внимания, потом у нас идет работа как дропшипера. В общем-то, я могу сказать, опять же, что дроп можно разделить условно там на несколько направлений стандарств. По поводу флиппинга я не буду вообще говорить, поскольку это наиболее рискованный вид. Поговорим о наиболее массовом виде дропа, это дроп с eBay на Amazon, либо с каких-то… А вкратце флиппинг, можешь сказать, вот прям такие там 2-3 момента, из-за которых ты считаешь, что это вообще такой трес по большому счету? Ну, Amazon же не идиот, он же все видит, вот, понимаешь, и, грубо говоря, покупать самого Amazon и отправлять, опять же, на самом Amazon все это довольно непрозрачно. Просто фишка в том, ну, фишка в том, что просто гигантское количество вот этого вот трафика проходит, да, и сейчас это не нужно. Как только это начнет доставлять там какие-то более-менее приятности, то за этот вид Amazon вернется довольно четко, и вот, репрессии там будут такие слезные. То, что касается классического дропа, этот дроп с eBay, ну, не знаю, там еще с каких-то площадок, с retailer, здесь, здесь есть несколько очень важных, ну, не то, что даже моментов, да, есть несколько важных аспектов, которые касаются безопасности. Я могу сказать то, что, в принципе, большому счету можно работать по дропу довольно-таки безопасно, так же, как работали люди 2 года назад, когда все масса начиналась. Вот сейчас, сейчас то, что я наблюдаю по отзывам, то, что люди попадают в баны, все попадают в баны просто тупо по своему незнанию. То есть, опять же, видимо, никто, видимо, те, кто обучают дропу, они не, скажем так, не акцентируют пристальное внимание на аспектах с безопасности при дропе. Аспекты безопасности при дропе, они довольно-таки обширные. Ну, я могу сказать, хотя бы остальные аспекты, да, при которых люди могут получить неприятности. Ну, первый аспект, во-первых, неправильная оценка, да, бренд PL. Вот, очень многие дропшиперы, даже в группах мы видим, потому что они крепятся там к каким-то пельщикам, естественно, сразу получают выкупы либо бан. Аналогично крепятся к брендам, не изучив непонятно, что это такое можно к нему крепиться либо нельзя, также автоматически получают бан. Существует, кроме, в принципе, еще определенной категории так называемых опасных продавцов на Амазоне. Ну, скажем так, опасные они с точки зрения, опять же, опять же, дропшиперов, а с точки зрения своеводники они все делают правильно. Тот же самый магазин NoStore, да, вот, который там уже, не знаю, там тычевый язык, да, из-за которого куча народу получает, вот, кучи неприятностей на экономике. Ребята, ну, опять же, всего этого, всех неприятностей системы же самого NoStore вы можете избежать, просто включив мозг и познав, там, определенный набор, вот, действий, которые поможет вам не попадать в объятия таких продавцов. NoStore, он имеет зарегистрированную торговую марку, он, естественно, защищает те листники, на которых он торгует, как виднее селлер. И логика его поведения абсолютно нормальная, и как-то надо, чтобы вместе делал бы любой другой селлер, который зарегистрировал бы торговую марку и занимался продажей. Так вот… Можно секунду? Можно секунду? Вот у меня как раз недавно мы переписывались в группе по поводу этой ситуации. Есть два направления. Есть направление настоящие бренды, есть направление типа меня, то есть я недавно на Амазоне, у меня есть несколько торговых марок, я, естественно, защищаю свои товары по-честному, то есть я их создал, я их привез, неважно там, что я с ними сделал, я вложил в упаковку, в дизайн, в товарные остатки, потратил много времени и сил, я продаю. Постоянно кто-то цепляется, постоянно. Так как у меня есть торговая марка, я постоянно их отбиваю, отбреваю, то есть более-менее нормально. Но недавно я как раз прочитал по этой ситуации, что не только такая ситуация бывает, но бывают дропшиперы друг у друга за счет этих торговых марок отнимают эти листинги. Как по этому поводу? Что скажешь? Да, так это, слушай, вот этот отъем личников, он был давно, и я тебе даже скажу больше, потому что не обязательно там, инвестирую торговую марку. Нет, это я понимаю, я из-за этого говорю, то есть вот здесь какой компромисс найти человек, который, например, в дропе новичок, он откуда знает вообще, то есть мое, не мое, как против этого бороться? Смотри, смотри, все вот эти вот подводные камни, которые могут быть с точки зрения опасности вот торговых марок, да, те же самые опасные протоколы, они оцениваются по совокупности, скажем так, довольно-таки большого количества критерий. И я тебе могу сказать то, что те дропшиперы, которые работают, ну, с 2016 года, которые работают довольно успешно, вот, я многие не знаю, у них очень хорошие обороты, они максимально осторожны в выборах, в выборе личных. Я тебе могу сказать, я сам, когда работал подробкой, я подробку работал где-то порядка полгода, сначала, естественно, шло все методом, скажем так, научного тыка, согласно Волкову, да, то есть купил, сам нашел подешевле, подал, попытался продать в раз дороже, потом, когда началось попадание в разнородные неприятные ситуации, то, соответственно, пошел глубокий анализ всего происходящего, что делать можно, и куда можно идти, и куда нельзя идти. И таким образом, в 2016, грубо говоря, уже вышел на какую-то модель низшего дропа, опять же, да, с небольшим количеством листингов, но с довольно неплохим продажем. И я тебе могу сказать то, что любую, любую ситуацию по листингу, по дропу, в котором хочет прикрепляться дропшип, ее, в принципе, можно оценить, можно проанализировать, и максимально точно спрогнозировать, что там будет с точки зрения опасности и безопасности. Это нужно уметь делать, вот, можно научиться этому, и если человек этому научится, и, соответственно, будет уметь это делать, в том числе и научится думать, то дропить он будет максимально безопасным. Понятно. Теперь то же самое то, что касается, там, вот, банов за инутентики. Ну, прилетают они, опять же, если люди просто по незнанию начинают крепиться к брендам известным, то, что люди начинают крепиться к тем товарам, которые находятся под патентом, вот, причем, сразу могу сказать, ну, в группах, там, перечитая, там, разгоняются какие-то, там, теории, знаешь, из очевидного невероятного или очевидного очевидного, то, что нужно проверять, грубо говоря, нужно спорить там саппортом, да, проверять то, что это торговая марка, там, срок ее действия, глава угла и так далее. Ну, сразу могу сказать, даже, даже если либо торговый марк, либо патент, он уже прослочен, там, ни в той категории товаров. Индусы, индусы, они сначала, они сначала проверять не будут, да, в случае инутентики, аккаунт банится сразу и только потом идет разбор. Вот, да, потом можно каким-то образом разбаниться. Ну, ребята, сори, вы уже получите бан. Первый бан, вы можете разбанить аккаунт, сможете дальше работать. Если у вас приблизится второй банк, то шансов разбанить аккаунт, они будут уже близки к нулю. Поэтому надо понимать, то, что первый бан можно еще себе позволить, да, если вы сможете из него вылезти второй, уже позволить себе никак нельзя. И поэтому все вот эти вот теории по поводу того, что товар относится, там, ни к той категории, это не тот патент, патент просрочен, там, он не совпадает с правообладателем, это все ерунда. Она вот вас за инутентик может забанить даже ваш конкурент, который вы неправильно оценили. Вот, либо неправильно себя ведете вниз. Причем, вот эти вот моменты по поводу, скажем так, определенных критерий победения дропшипера, они довольно-таки важны, потому что, ну, народ, я сейчас скажу, как и продавец народ, дропшиперы пронаглеют и ведут свете очень корректно. Это я согласен абсолютно, я к ним и отношусь достаточно так. То есть, некоторым реально пишешь, видно, что новичок, он, то есть, чуть ли не извинился, а некоторые просто, ну, у меня была ситуация, что мне написал именно такой товарищ, дропшиперы тоже разные. Есть, которые везут с Китая, есть, которые торгуют с Америки, есть, которые привозят на ФБА. Вот человек привозил на ФБА огромные партии моего товара, мы его выкупали, а это один в один с моим, ну, то коробка отличалась, естественно, полиграфией, потому что цветовую гамму подобрать, ну, сложно. Вот, все, и человек, он мне писал просто, говорит, для меня этот листинг очень важен, не трогай меня. Так я его все-таки, он продал всю партию, потом привез вообще на все мои товары уже в наглую, и в этот момент мы торговый марк получили. Естественно, мы начали его выбивать, за счет торговой марки мы его выбили, но мы мучились с ним еще месяц, вот такой очень прошаренный дропшипер оказался, и вот такое ощущение, он мне еще месяца два мстил, наверное. Но мы его забанили аккаунт ему в конечном итоге просто. Ну, у нас есть торговый. Я ему просто скинул по своей, видимо, глупости. То есть я ему скинул, по-человечески ему объяснил, сказал, у меня торговая марка, я ему скинул все документы. И он пользовался этим, он показывал мои документы. Ну, как бы если ты более-менее прошаренный, гупс, а ты все равно эти данные все получишь. Так в конечном итоге мне Амазон заставлял, чтобы я с его почты прислал на Амазон, прислал на Амазон с его почты, что я разрешаю торговать мне. Я ему говорю, я ему высылал в конечном итоге документы, вот, упс, посмотрите, здесь есть официальная почта этой торговой марки. Та торговая марка, он просто взял и вписал название моей торговой марки в джимейловскую почту. Красавец. Красавец, да. Да. И все. Ну, по поводу того, что забавили неправильно сделали, потому что народ реально наглеет. А то, что у нас киписки туристов, у нас кто-то сейчас, вот, посмотрите там программу, не знаю, практически любых курсов, да, и у всех в программе, ну, курсов по обучению группы, да, от инфобизнесменов. Вот. И у всех в программе стоит один из способов поиска вилок, это залезь в магазин, который ты нашел, да, который тебе понравился, и стащил у него все вилки. Вот ты по такому же попал, то есть он действовал по такой же логике, знаешь. Ну, понимаешь, есть, вот, есть, как бы, в любом случае есть, но видно, что это приват-лэйбл. Ни большой, ни маленький, просто приват-лэйбл. Там есть, там, ну, у меня в магазинах от одного, там, ну, максимум, там, до восьми-десяти товаров в разных магазинах. Все. Ну, видно, е-мое, торговая марка, там, все дела. Торговая марка элементарно пробить, она зарегистрирована, там, в бренд-регистре и так далее. Но тот попал просто. То, что он закупал, ее еще не было. То есть он прям привез товар, начал торговать, и я ее получил 29 мая. Вот. И он просто, видимо, с большими остатками сел. Ну, можно было переписываться, нормально пообщаться, там, допродать товары. Можно было это решить каким-то макаром. Ну, смотри, ну, просто люди не умеют… Это то, о чем я говорил, да, вот, в самом начале, то, что люди не умеют, там, различать, там, тот самый пиел и отличить бренды. Это раз. Во-вторых, ну, опять же, смотри. Меня слышно? Да, да, все нормально. Я сейчас звук выключу лишний. Вот. И опять же, смотри, понимаешь, есть же опять довольно-таки много нюансов и довольно-таки много продавцов, которые, не имея торговой марки, они защищают те листинги, которых они торгуют. И им, и те люди, которые не умеют считать эти знаки, да, и крепятся таким листингом, они, соответственно, потом получают проблемы. Хотя, для тех, кто не в танке, эти продавцы, они уже говорят открыто. Просто, ребят, не надо к нам лезть, не надо к нам крепиться, у вас будут проблемы. Так вот, к чему это я? То есть сейчас, знаешь, как бы, опять же, количество дропшиперов то увеличивается, то уменьшается. Вот. Но тот вал, который пошел сейчас опять по банам, причем какое-то время все было довольно-таки спокойно, сейчас опять, сейчас опять пошла какая-то волна. И все, ну, большая часть случаев, да, это, опять же, эти проблемы просто не знания. Потому что люди идут, они и хотят, чему? И хотят найти вилку. То есть вот они вилку нашли, все, вуаля. Вот, крепитесь, работаем дальше, все начинают работать. Меня слышно? Да, отлично, я слышу. Все, все, что-то пропало видео. Я вижу, видео свалилось. Вот я сейчас смотрю, куда оно делается. Посмотри камеру у себя еще раз. Слушай, сейчас посмотрю. Я просто звук выключал, сейчас в зум заходил. В зуме все видно. Нет, у меня все. Нет, в зуме-то видно, в зуме видно. Я им трансляции смотрю, нет. В трансляции нет, это что-то с этим. Ну давай так, вот продолжим голосом. Давай. И, соответственно, опять же, то, о чем хотелось вкратце поговорить, это ниша драфшиппинг, который стал, становится довольно-таки сейчас модным с некоторых пор. Ну, я сразу могу сказать, я уже говорил немножко ранее, да, то, что, скорее всего, пожалуй, один из первых занялось так называемым нишем драфшиппингом, когда никто не знал, что это такое. Вот, сейчас это стало более модное явление, и наиболее, в принципе, продвинутые селеры, те, которые работают по драфу, а я знаю таких, которые работают по два пластмасса, они работают именно по нишевому драфу. Вот, причем я могу сказать то, что с точки зрения безопасности нишевый драф, он, наверное, скажем, он более приоритетен, чем обычный драф. Да, он требует большего, он требует больших знаний, да, больше времени на оценку, больше времени на поиск, но в случае, не в случае, а, скажем так, в разрезе долгосрочной перспективы нишевый драф, он в разы безопаснее, чем обычный драф. Вопросы? Вопросов нет? Комментарии есть? Давай сейчас... Ой, да тут Алена пишет. Ну, Алена всегда пишет. Согласен. Так, ну, это ее тема, как бы, она вот... Это все с программой. Я только вижу. Сейчас, значит, чтобы тебе посмотреть комментарии, заходишь в Facebook, и снизу на... и сверху нажимаешь эту штучку. Да, я нажал, но у меня видно только там последние комментарии. Вот, и время, 24 минуты, 24 минуты нажми. 24 минуты? Вот сверху, где вот Денис Эллер, прямой эфир, 24 минуты назад. Сверху надо картинка, и там будут все комментарии вылезут у тебя. О, вижу. Так, я смотрю, 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 вопросы. Потому что воспринимать с голоса тяжелее. Ну, тут только Алена, там, четко помните, какая тема разговора. Кто имеет... Слушай, вопросов. Так, давайте, вопросы будут по теме. Во-первых, есть Zoom, я скинул несколько рассылков. Во-вторых, есть чат. Так что пишите, никаких проблем нет. Будем потихонечку открывать. У меня комментарии тоже все открыты. Здесь, в принципе, все есть. А по поводу того, что ты писал, что к тебе прикрепился, да, и ты говорил, что он на FBA завез товар. О, там чувак очень серьезный был, я так понимаю. Да, он на FBA привез товар, уже не одной SKU, а несколько SKU. Ну, в принципе, все продаваемые мои SKU привез. И в день в день мне торговую марку я получил. Вот. И он, мы с ним долго переписывались. Я не знаю, вот еще раз говорю. Видимо, ошибся. Но я ему скинул свою торговую марку зарегистрированную. То есть, вот этот документ, который мне прислали. Ну, чтобы человек понимал. Я как бы по-нормальному, по-человечески пытался. Но он очень долго опыжился. То есть, ну, как бы есть другие способы, на самом деле. Мы его другими способами. Он долго их обходил различными там, разбанивался постоянно. То есть, ну, вот как я вижу, я же не знаю, какая ситуация. Я просто беру и жалую через бренд регистр и кабинет. То есть, раз, пожалуйста, человек еще раз появился. Два. Вот никто больше третьего раза, когда мне аппрув сделали. Жалобы на этот осин конкретно. Никто больше ни один магазин не появлялся. Ну, я не знаю, в какой причине. Забанили его. Я, в принципе, не свяжу. Мне все равно. Мне главное, чтобы никого не было. Я ничего не нарушаю. Как бы просто работаю, да и все. Вот. И... Ну, здесь, смотри, здесь к тебе не тропшипер прислал. Здесь к тебе, в китайском... Это самый бейселлер присоединился к так называемым онлайн-арбитражник из Китая. Там же, по большому счету, все, грубо говоря, весь ПЛ делался на 10 тех же заводах. Да, в большом счете. Ну, да, конечно. Я все понимаю. Однозначно. Да, там какой-то пастомайзинг. И есть куча народа, который увлекается этим видом онлайн-арбитража. Я, кстати, могу сказать то, что пока Дропл уже в конце Дропл тоже рассматривал как бы такой вариант, да, это саморабота с Китаем, с производителем даже списался. Вот. Нашел ежедневный бобу. Ну, это был тот товар, который я продавал, дропал. Все было нормально. Но потом, знаешь, что-то меня остановило. Остановила у меня одна простая вещь. То, что вот такой вот китайский так называемый онлайн-арбитраж, он несет, ну, более любой вид бизнеса на Амазоне несет себе определенные риски. Но вот китайский онлайн-арбитраж, он несет все в себе повышенные риски. Почему? Потому что риски, к большому счету, такие же, как на Дропе, да. Только, если у тебя, грубо говоря, банят аккаунт дропшипера, ты прощаешься с аккаунтом и с кэшем, да, если ты не сможешь это дело вытащить. Если тебя забанят при китайском арбитаже, ты прощаешься еще с тем товаром, который ты привез, который тебе лежит на стойке. Ну, естественно, он в любом случае в товар вложился. Я из-за этого говорю, я его тоже понимаю. Он не знал, что торговая марка. Ему нравится, что мои товары хорошо продаются. Я для этого все сделал. Он не тратит ни на рекламу, ни на что, ни на продвижение. Он просто прицепился и начал торговать. Причем, еще раз говорю, он очень прошаренный. То есть, там видно было, люди грамотные, они все четко делали, все правильно. То есть, я говорю, до смешного доходило. У него была просто тупо на магазине одна звезда, четыре. отзывы, четыре звезды и отзывы. И все. То есть, ему другие писали негативы и так далее. То есть, вообще, он все откреплял, все убирал. То есть, у него было все чистенько, красиво. То есть, очень четко работал. Ну, вот реально, если бы у меня не было в бренд-регистре, я, ну, ничего бы не сделал. Потому что байбокс выигрывал он всегда. Я был в шоке просто. Он всегда просто выигрывал. У меня там 197 отзывов, например, четыре и восемь звезды. А у него, соответственно, пять звезд. Потому что у него один четырехзвездочный отзыв. И просто я, ну, я не знаю, как это, вот этот Амазон просто. Ну, вот торговая марка мне помогла в этой ситуации. То есть, ничего не могу сказать. Хотя бы здесь. Опять же ты пытался с ним долго, правильно? Да, да, я очень много денег потерял. Но еще раз говорю, много нюансов просто. Это вот как, вот я не знаю, когда ты это прошел, ты считаешь, что это вот, по крайней мере, я такой человек. Я считаю, что это как бы не то, что ничего не стоит. Но это все просто. На самом деле это кровью. То есть, это вот просто идешь, морда об асфальте. И вот ты это собрал, и это собрал. А мог бы не собирать. Думать, блин, вот у меня когда там, например, на обалоне еще есть блокировка аккаунта, блокировка асина, блокировка с каю. И в каждой из этих блокировок в привате, ты можешь не потерять свои позиции. То есть, ты можешь как-то выкрутиться там, по-разному работать. Вот. И я просто, у меня были товары, они там в топе бестселлеры, а у меня аккаунт банился. Просто лежал бы у меня товар на препе, лежал бы у меня на дублирующем аккаунте, я бы мгновенно прицеплялся бы и спокойно продолжал торговать. Хотя мой аккаунт забанил. Вот. То есть, элементарная вещь, которую я не знал, и я потерял огромное количество там времени и денег, наверное. Так, по поводу вот как раз вопрос по флиппингу. Нишевый дропшиппинг вопрос. И второй, занимался ли ты флиппингом сам? Нет. Ну по поводу флиппинга я же сразу сказал уже свое мнение. То, что не занимался. Вот. Что такое нишевый дропшиппинг? Ну, это дропшиппинг от работы в отдельно взятой категории, либо даже можно сузить отдельно взятой подкатегории. Сразу могу сказать то, что в принципе, скажем так, как в дропе, так и в FBA, на мой взгляд, есть определенная категория, в которую не стоит лезть, и есть определенная категория, в которую стоит лезть. То есть, есть категория с повышенными рисками, есть категория с пониженными рисками. Понял. И, соответственно, скажем так, если стартовать от какого-то, опять же, вида бизнеса, в том числе с дропа, либо с биража, то нужно четко понимать, в какую категорию ты идешь и, соответственно, какие риски могут быть дополнительные. Так, вот здесь последний вопрос. Смотри, Александр, он как раз задаете вопрос по торговым маркам. Он мне все торговые марки делает всегда, помогает. Посмотри его вопрос. Что-то я никак не пойму. Нет, понятно. Знаете способ прикрепления к себе ничейного листинга, кроме получения торговой марки? Нет, нет, не знаю. Понял. Я просто никак не пойму, что это вопрос. Я думаю, что есть, что, возможно, каким-то образом можно прикреплять к себе листинг ничейный, но как это делать технически? Нет, ну это и получается вариациями, то есть я не знаю, что там. Ну если стандартная ситуация, чем мы сейчас все занимаемся, то это понятно. Я просто не пойму, какая связь торговая марка имеет. Да, наверное, есть люди, которые это умеют, но на самом деле это хорошо, что если умеют, то умеют мало. Амазон, скажем так, такое поле битвы и жестяк творится. Если бы это делалось еще везде и всегда, то есть люди бы спокойно прикрепляли под себя листинги ничейные, то либо ничейные либо с другими продавцами, то было бы совсем печально. чем другие моделировки. Да. Вот здесь еще у меня спрашивают. По ЛЛЦМ быстрый лигбез можно? Что? Да. Зачем это делается? Надо ли это делать? Слушайте, ну для дроп это однозначно не имеет никакого смысла. Разве только кроме, скажем так, собственного духовного повышения. Ну вот человек написал при условии оборота около 1 миллиона в год. То есть это уже ну сотка в месяц, по большому счету. Дроперы такие есть. Ну на дропе зачем? Дропе, ПЛ пускай, если не дроп, то ПЛ, например. Нет, нет. ПЛ, да, там естественно, если хотите каким-то образом дополнительная безопасность и стать более легальным, то вот почему бы нет. Просто надо понимать, что опять же все эти расходы от третьей компании США и с ее содержанием они довольно существенны будут потом. Надо понимать технологию. Я хочу понять, это там порядок цифр, типа там 20 в год, 30 в год, 50 в год. Я могу сказать, что я по этим вещам вообще не специализируюсь, просто та информация, которую я владею. Вот. Я могу дать несколько советов. Во-первых, не слушайте тех, кто там, грубо говоря, обещает там зарегистрировать счет удаленно. Вот все равно там, если вы хотите, чтобы вас не было попадало, то все равно придется лететь США. По поводу порядка цифр, но серьезные селеры, те, которые работают в США и которые настроены на долгую работу, они в конечном итоге открывают там компании. По поводу цифр, по поводу денежных, ну, в принципе, можно проконсультироваться там. Вот, например, тот же Александр Брентлекс, он вот как раз здесь вот в чате в Фейсбуке, он как раз помогает тоже эти фирмы делать. Ну, уточните. По налогам сложно сказать, просто налоги – это, ну, вообще другая тема. То есть это… У меня есть кто просто в Америке, у меня партнер есть в Америке, они… он даже неправильно налоги платил сейчас заново, сейчас у них там и такс-фри добавляется. Мне тоже писем пришли, но сказали, как бы, для нас пока такс-фри все-таки не так актуально, чем, например, для американцев. То есть опять нюансы. Главное – это бухгалтер и как мы будем списывать налоги. Если вы будете там по всему миру летать, там, я не знаю, что-то покупать, правильно это все списывать, да, говорят, там, можно много списывать, чуть ли не в ноль выходить. То есть для этого должна быть сбалансирована какая-то компания, то есть, ну, уже какой-то уровень. То есть я вот лично в процессе, но мы вот одну фирму сейчас делаем, но мы даже не пошли этим путем. Мы просто взяли себе учеников, партнера, американца, он на себя все это оформляет, все это делает. То есть мне так вот проще через него это платить. То есть я, так скажем, проинвестировал просто часть своих знаний и средств в то, чтобы вот это вот было. Потому что, опять же, ну, у меня как бы есть, сказали, есть возможность открыть счет на самом деле в этом, как называется, в Америке. Ну, я не знаю. Я сам не открыл, ничего говорить не буду. То есть как-нибудь… Я хочу вопрос задать, можно? Да, конечно. Я тебе хочу вопрос задать. Да, конечно, обязательно. Ну вот, мне интересно просто Андрей очень часто… Андрей, привет. Андрей очень часто говорит о том, что… Ну, как бы раньше говорил, да, и вот сейчас он повторил это. Я знаю, что сейчас Андрей не занимается дропом, но сейчас он повторил о том, что есть там липсинги, даже если не торговых марок, но, как бы, типа, ребята, не лезьте сюда, а если есть торговые марки, они не в том классе, то тоже туда не стоит лезть и так далее. У меня вопрос к тебе такой. То есть ты предполагаешь, что дропер – это такой человек, который должен сидеть, извините меня, на поперунх, на их тепло бояться, ну, то есть, типа, как-то там твое выражающее. Извини за выражение. Вот. Потому что, как бы, если у человека зарегистрирована торговая марка в фарме, и под этой же, допустим, это чисто гипотекист, например, под этой же торговой маркой он выставляет товары в категории игрушек, то, как бы, нормальный дропер, адекватный, опытный, он отстоит листинги и право торговать там этими игрушками, а не просто бегать от всех листингов просто потому, что там не написано бренд либо еще что-нибудь. То есть, как ты предполагаешь вообще работать дропером, если они должны всего бояться? Ален, я же уже объяснял, да, то есть, работать, дропать довольно-таки безопасно, молотно, вот, для этого необходимо учитывать вот кучу разных факторов, и нужно уметь определять многие подводные камни, которые проются. Вот. То, что ты говоришь, что торговая марка зарегистрирована в фармацевтике, а он в игрушках, ну, смотри, опять же. Я же тебе объясняю, тебя банят, да, аккаунт банят, дальше ты потом доказываешь, что у него такого марка не имеет отношения к этому. Докажешь ты либо нет, это опять же потерянное время, это раз, во-вторых, аккаунт-то уже в бане. Ну, у меня не было там такого, что меня забанили. У меня было такое, что банили листинги, и я их потом отстаивала. Ну, так извини меня, я их отстояла, я с них теперь торгую. А если бы меня всего боялась, значит, я бы не торговалась. Ален, понимаешь, тебе повезло, да? То есть, ты сейчас проводишь, грубо говоря, один случай единичный, и хочешь его обстраполировать на общую ситуацию. Общая ситуация, она, скажем так, более печальная, да? Вот сейчас банят за малейшая площадь. Ну, то же самое, знаешь, как это, по поводу ADR, да? То есть, кто-то там писал, там, у него ADR 1.6, и мой аккаунт забанил, и ты говоришь, у тебя ADR был 16. Вот, и тебя не забанили. Ну, я не знаю. Здесь я с тобой абсолютно согласна, что старым аккаунтом обращается гораздо больше отложностей, нежели новым аккаунтом. Да, у меня беда просто. Я показывал дроп. Как заниматься дропом, если всего бояться? Потому что, ну, дроп изначально предполагает собой высокую, да, быструю оборачиваемость, быстрый заработок, но при этом высокие риски. И как им тогда заниматься, и как зарабатывать, если там всего бояться, искать только какие-нибудь ноунеймы, ноу-бренды и так далее? Слушай, ну почему обязательно, опять же, ноу-бренды, это не зависит от того, кто там создал листик, да? Можно быть довольно-таки безопасным, просто, ну, я же говорю, довольно-таки много, довольно-таки много вещей, которые необходимо оценивать и понимать для того, чтобы заниматься безопасным дропом. Ну и... Для того, чтобы у людей была конкретика. Потому что, получается, после, там, у каждого, неважно, чего и зира, получается, что нет конкретики. Что мы имеем в виду под тем, что... Ален, ты хочешь, чтобы я его сейчас, грубо говоря, начал все это объяснять и показывать на пальцах. Это займет несколько часов, я тебе могу сразу сказать. И, в принципе, наш мир сегодня не для этого, да, чтобы конкретно на пальцах показывать, да? Мы можем назвать просто порядка, там, 5-10 параметров, которые ты считаешь, что нужно оценить для того, чтобы укрепиться подробно. Ален, давай мы не будем называть 50 параметров, да? Это, во-первых, во-вторых, их намного меньше. Следующий момент. С точки зрения безопасности, опять же, да, говорил еще раз повторюсь, то, что обычный дроп, он, естественно, более опасный, чем, там, тот же самый нишевый дропшиппинг. Но, сразу могу сказать, нишевым дропшиппингом, ну, по моему глубокому разумению, смогут заниматься, смогут заниматься далеко не все. Почему? Потому что это более, это более, скажем так, несет больше времени затраты, во-первых. Во-вторых, несет больше потерь времени при анализе и при понимании этой ниши, в которую дропшиппер хочет зайти, с которой он хочет начать работать. Ну, опять же, как я и говорил, да, не каждая категория, она, в принципе, скажем так, идеальна для этой работы. Понятно? Нет, это понятно. Я просто помню, когда я говорила о нишевом дропшиппинге, ты мне сказал, что это все фигня и бред. Поэтому, как бы, мне интересно, в какое время ты поменял свою позицию в этом плане? И как ты к этому пришел? Алена, если ты не говоришь, что это фигня, что это бред, то нас тобой просто сейчас раздавал, начинает вращаться как-нибудь между собой. Если хочешь, а потом запилим. Не, ну, хорошо, ладно. Давайте я вам про торговые марки расскажу немножко, потому что, так как вы с стороны той, а я с этой стороны, короче. Вот, кому кровь портите. Короче, смысл какой? У меня есть две торговые марки, они достаточно недавно, ну, конца мая. Надел я там всяких делов и не понимал, как ими пользоваться, то есть разобрались со временем. В конечном итоге, что я могу сказать по опыту? Алена все правильно говорит. Если, если мы будем смотреть на торговые марки и, тем более, патенты, особенно патенты на дизайн, ну, это просто пипец. То есть, если у тебя лучше юрист, у тебя нормальный аккаунт, можно все доказать, спора нет. Если там действительно один бан, два бана, там еще что-то. Я тоже вижу, если торговая марка, скорее всего, их не банят, а закрывает до возможность просто апрув надо получить на этот конкретно осин. У меня ситуация какая? Реально, реально у меня мои осины, ой, мои торговые марки на там, по-моему, одну категорию. Я сейчас открываю еще две или три. Вот. Но ты опять мне полгода там восемь месяцев ждать. То есть, я сейчас еще две торговые марки и плюс на старые и на новые уже не по одному классу, там по два класса, а уже по три-четыре класса открываю. Или на разные по-разному. То есть, получается такая ситуация. Я реально закрываю все лисинги до одного и нахожусь в разных классах. Плюс, если уж так глубоко пойти, помимо классов, на самом деле, есть как вот, если Сашу сейчас сюда втянуть еще в разговор, есть такая ситуация, что помимо классов, по американским правилам, как он мне объяснял, ситуация такая, что если твой товар этот не прописан конкретно, он тоже не прокатывает. То есть, даже класс здоровья, у тебя прописана, я не знаю, там мазь для ноги, а ты сейчас решил мазь для руки и уже, ну может мази прокатит, а если ты уже ввезешь какую-нибудь повязку для руки, ну там или для ноги даже, перевязку, уже типа это не проходит. То есть, здесь уже пошла битва, но приоритет все равно, вот я что вижу, даже какие я жалобы подавал там, ну это просто было смешно. Приоритет, вижу, реально они дают для торговых марок, даже пускай совершенно для другого класса. То есть, здоровье и электроника. То есть, я реально закрываю людей в электронике своим торговой маркой и здоровье. И ты правильно говоришь, что индусы не смотрят, они сразу его блокируют. Потом он открывается, я его еще раз блокирую, и никто еще ни разу не появился. По-моему, я два или три раза вот самых таких. На самом деле, тебе просто купались такие. Я знаю, знаю, ну на самом деле. Потому что, по самому можно попросить, чтобы они поставили от тебя блок, и ты не мог блокировать. Вот, вот, да. И потом будет просто, просто жесть. И все. То есть, я из-за этого говорю. То есть, в любом случае, человек на этом листинге торговать точно не будет. Просто, скорее всего, и я уже не буду. У меня, вот с тем товарищем, которого я забанил, в любом случае, было 18 аппрувов на то, что он вот эти. И до сих пор, по-моему, они висят. Вот. То есть, просто он мне писал, что у меня подделка, подделка, что я должен писать, писать. Мы звонили туда. То есть, мои юристы, короче, там, с Амазона. У меня до сих пор в аккаунте 18 аппрувов, что я должен аппрувить, что у меня all authentic. Вот. На мою торговую марку. То есть, ну это просто битва была. И, естественно, конечно, конечно, прокаченные и грамотные дропшиперы меня спокойно могут победить. Так и есть. Но я ему не дам торговать. Вот, просто не дам. Понимаешь, если, например, вы рассуждаете, как общаковый листинг. Ну, который, я не знаю, там, фильтры для воды. Вот эти наши любимые, там, рефрижерейт фильтр. Там еще какая-нибудь фигня. И все подделкой торгуют, там, как-то торгуют. Ну, я, понимаешь, я его создал, я в рекламу вложил. Да я упрусь просто, я его забанил в 100%. Просто, ну, ресурсы, если, конечно, у него больше ресурсов, чем у меня только, я и все. Вот и все. То есть, по-любому, понимаешь, я маленький. Я не претендую на много. У меня есть, там, я не знаю, 20 активных листингов. У кого-то два, у кого-то один. Ну, и, блин, и обязательно вот это сидеть и умничать. А у тебя торговый марк. Да ты вообще кто? Вот этот дропшипер. Для меня никто просто. Вот. Для меня это человек, который просто гнида, который влазит и торгует подделкой как раз. Он не может мой товар получить никак. Так. Ну, вот. Это я вот своей стороной говорю. Я не знаю, там, меня, может, поддержат. Ты берешь просто частные случаи. Я честно. Я себя конкретно. Я использовал твой. Ну, давай. Нет, я говорю конкретно. Маленького. Я беру маленький бренд, который сам на Амазоне торгует. Я не говорю про серьезный бренд, которому Амазон в принципе плевать. А люди просто приходят. У него там один-два аккаунта. Там один-два листинга. Он на нем живет. Он его раскачал. Он там, я не знаю, потратил кучу денег там на раздачу, на отзывы. И тут такой красивый дропшиппер пришел. Ну, просто. Я тебе с человеческой точки зрения абсолютно поддерживаю. Все. Понял. Хорошо. Спасибо. Потому что у меня человеческих сейчас качеств. Да. Ну, я тебе просто говорю. Да, согласен. Но я к тому, что есть люди, которые приватным занимаются. Есть люди, которые дроп там онлайн и так далее. А есть люди, которые вот для меня, которые действительно занимаются дропом, но другим. То есть, вот я из-за этого вот периодически слушаю. И вот когда уходят в другую сторону, я понимаю, что я где-то неправ. Потому что я вот этим занимаюсь. Меня не трогает. А там ребята, соответственно, торгуют. То есть, бейтесь там, я не знаю, в байбоксах по 50 там человек или там по 5 человек, которые товары в 100 раз лучше моих продают. Все, я закончил. Двигаемся дальше. Вот такие. Так. Ну, вопросы вроде бы все уже. Вот для вузов и есть. Так. Ну, здесь по ВЛЦ опять. В бенивесарах я хотел бы только себя видеть. В ВЛЦ, конечно же. Ну, и еще раз говорю. Тут ситуация, опять же, я не ставлю. Если я буду делать одну фирму и делать вот эти все вещи, ну, наверное, обращусь к юристу, который будет открывать. Фирму открыть не проблема. И дистанционно как угодно. Самая проблема открыть счет. Вот. И найти нормального бухгалтера там. Потому что там, как я понимаю, открывают или бухгалтера, или юриста. То есть, тот бухгалтер, который открывает, он и ведет эту фирму. То есть, найдите. Может быть, там, штаты вам более выгодны, которые дадут меньше там процента или еще что-то. Так. Ну, по флипу я уже сказал. Люди считают, что ты не можешь говорить то, чем ты не занимался. Ну, на самом деле, мне кажется, если человек квалифицированный и имеет понимание вообще, что и как делается, он может свое мнение сказать. Ну, если так и подсустили, что происходит с теми, кто занимается флипом, когда они лезут и делают то, что им можно. Да, да. Я к тому и говорю. То есть, это чистое мнение человек, которым он считает. То есть, это не претендуем. Вы можете заниматься чем угодно. Мы же не против. Нет, нет. Без проблем. Можете заниматься флиппингом. Я просто могу сказать то, что те, кто занимается флиппингом в тех листингах, которые я вижу, да, они приходят и очень быстро ходят буквально в течение нескольких часов. Потом их аккаунт не найти в основном. Ну, вот из-за этого я говорю. Мы оцениваем Ринский, правильно? То есть, стоит оно того или не стоит. Вот и все. Из-за этого кто-то занимается, я не знаю, строительством, а кто-то на Амазоне торгует. Кому что нравится, тот тем и занимается. Да. Абсолютно верно. Ну что, если вопросов вообще нет, то к большому счету можно заканчивать. Там все эти вопросы немножко обсудили. Ну, в принципе. Андрей, а ты решил вдруг вернуться или почему вдруг Лайф потрогал? Нет. Почему решил вдруг вернуться? Просто решили поговорить о тех моментах, понимаешь, что просто сейчас валю на какой-то вал вот этих вот забаненных людей, да, которые вдруг там непонятно откуда. и начинают понимать, что что-то там где-то идет не так. То есть, люди, они идут просто с закрытыми глазами на этот Амазон и начинают торговать. Причем, знаешь, я тебе могу сказать, сейчас какое-то количество этих контор по обучению, оно начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Сегодня, кстати, в Фейсбуке встретил рекламу по поводу обучения Амазона. Там довольно смешно. Там какой-то человек, которого никто не знает, он обещал быстрый старт с 300 долларов и заработок в 10 тысяч уже через три месяца. Учить не торговать. Я сам хотел к нему записаться на Vodok, ты понимаешь, без факта вебинар. Но что-то меня смутило, видимо, там что-то пойдет не так. Так вот, разговор-то был, в принципе, посвящен тому, что стоит это дело прекращать. Почему? Потому что какая-то вакханалия, во-первых, во-вторых, все же прекрасно понимают, те, кто работает на Амазоне уже продолжительное время, что все вот эти телодвижения хаотичные, да, с массовыми банами там и так далее, из-за этого уже Амазон начал, в том числе, и гайки закончить. Если все это дело будет продолжаться, то, соответственно, каких репрессий еще ждать со стороны Амазона к мёрчим? Ну, мне кажется, он может закрутить еще сильнее. Я здесь, знаешь, согласна с Ваней Денисюком. Он сказал, что я в Амазоне за Евгей. Вот я в этом плане согласна, потому что большинство ванов, они очень глупые по недосмотру. И чем больше людей забанят, тем больше пространства. Это, может, не очень корректно, но это так. Ну, ты знаешь, они же как это, как бессмертно. Они же по аккаунтам установлены. Ты сама не знаешь, какое количество аккаунтов продается и покупается. Я не знаю. Вот честно могу сказать, меня чуть-чуть смущает эта тема. Хотя, на самом деле, очень часто мы сталкиваемся даже с такими ситуациями, что случайно через поддержку, когда мы общаемся и разбаниваемся в очередной раз, оказывается, что тот аккаунт того чувака, а фамилия там русскоязычная. То есть, уже пересекаемся с этими людьми, я не знаю. То есть, они лично знают, не знают. Случайно так получается. Ну, вот так. Но для меня, мне казалось, всегда в Китае такое количество людей с Индией живет, что они просто, мы для них и для американцев. То есть, американцев там сколько там, 350, китайцев, соответственно, индусов. Ну, просто невероятное количество. То есть, ну, как минимум, ну, даже русскоязычных всех там, ну, 300 миллионов. То есть, это в 10 раз больше. И у нас вот русскоязычных с теми ограничениями, начиная с финансовых, заканчивая языковыми, ну, не так много, на самом деле, этим занимаются. Ну, то есть, я не знаю, сколько у вас среди ваших друзей и знакомых занимается онлайн продажами, у меня никто не занимает. Никто вообще. Даже вот просто там, ну, даже рядом к этому не подходит. Соответственно, я понимаю, что из тех 300 миллионов достаточно маленькое количество людей. И мы вот тут говорим, там, вот там много русских, там, дропшиперы там ломятся. Ну, ну, пускай несколько тысяч человек. Пускай, ладно, 10 тысяч человек. Да даже, как это 10 тысяч? Ну, это не серьезно, мне кажется. Даже десятки нет. А сколько китайцев? У китайцев и производство здесь. Он может просто на фабрику сходить, сфотографировать наш товар с Америки. На фабрике заказать, произвести, привезти и дропшипить из Китая и внутри. И там, я не знаю, оптом подделывать известные бренды. Сколько мы общались со многими заводами. Да мы для этого бренда сами делаем. Давайте мы вам сейчас сделаем, упаковку отдельно отправим. То есть, ну, это Китай, я думаю. Они в Китае там живут. Там некроссники, друзья там. Ну, я не знаю. Просто из-за этого то количество людей, которое из русскоязычной части идет. Единственное, могу сказать, мне кажется, мы идем самыми последними. Из-за этого, как всадники без головы, вот это вот, вырубаемся в самые такие неподходящие вещи. Мне кажется. Вот и все. А все остальное… Ну, мне сложно сказать. Просто я не знаю, какая ситуация в Китае. Я слышал, там огромная группа, огромное количество людей тоже обучает. Я думаю, что все-таки Китай не больше зацелена на этот, на, скажем так, на продажу своего производства у них. Ну, а мы каким товаром торгуем? В основном этим и торгуем. Америка тоже самое производит там львиную долю в Китае продукции. Нет, я имею в виду вот этот ноунейм китайский товар, да, ну, либо там какие-то китайские бренды, их взводные и так далее. Они все точно больше продаж надо. Не знаю, я торгую исключительно американскими брендами, никакого Китая. Ну, понятно. Ну, это у тебя. Ну, основная масса вот по привату и всем остальным… Ну, основная масса по привату, да, конечно. Я там по Китаю и по дропшипперам, ну, опять же те, которые уходят в нишу и там троп по брендам, их не такое же большое количество. Не такое большое количество. А в основном все, опять же, все эти гачи, тот же самый Китай, которые те же самые китайцы возят. То есть ты хочешь сказать, что китайцы больше именно в привате сидят, чем в дропе? Ну, в привате и вот в этом там, не знаю, как назвать у нас, называется там онлайн-амбитраж там с Китая. Они же с Китая что-то круто. Ну, понятно. Вот, продают все это. И я могу сказать, опять же, видишь, вот китайские товары, ну, если ты посмотришь на Amazon, полкатегории пристально, они же, ну, есть те ниши какие-то, в которых они более-менее там хорошо продаются, ну, доминируют, да, но есть весь категории целые и там подкатегории, в которых китайский товар просто не продается, потому что это, ну, нереально. Ну, например, я просто, я не вижу, вот Китай это или не Китай. То есть мы сидим и думаем, блин, убогие фотографии, блин, убогий лисинг, блин, туда-сюда. Ну, для примера, тоже там гроссеры взять, да, продукты питания. Ну, где-то там Китай найдешь. Не, ну, гроссеры, ладно, у них там согласен, ну, чай может быть там, ну, чай нет, китайский чай здесь, ну, не знаю, ну, мне сложно сказать. Я просто визуально не понимаю, лисинг китайский, индусский или украинский, или белорусский, или российский. То есть для меня, например, конкурент и конкурент, он и в Африке. Конкурент просто, я его рассматриваю со стороны объективно, так скажем. То есть мы, да, у нас как-то это, слово нарицательное, китайцы, китайцы, манипуляторы, китайцы. Сами сидим все на склейке и сидим и рассуждаем. Вот они, китайцы-негодяи, вот они нехорошие, а сами так же. Ну да, понятно, что нас вогнали в эти условия, я всегда был против, деваться некуда, но как бы там не было. Это объективная ситуация. Давайте я скажу в защиту китайцев немного. Давай, конечно. Извини, Андрей, что я влезла в твой лайф. Я так можно, что ты не влезла. Одного знакомого забанили, забанили ему товар, у него private label. Забанили по патенту. В общем, этот конкурент побанил всех в своей нише. И все остальные разбанились, кроме него, хотя там он мне скинул свой товар, товар конкурента, там видно, что это очень разное. Я ему говорю, слушай, напиши своим конкурентам, спроси, как они разбанились. Он говорит, ты что угонишь, это китайцы, никто ничего не ответит. Но в итоге он такие написал, кроме одного человека, все ответили, как они разбанились и все рассказали. Китайцы не так уж и плохи, как кажутся на первый взгляд. Ну все по английски говорят. Кто знает, китайцы, они не китайцы. Нет, ну круто, я могу сказать, что у меня было много проблем, много войн. Я уже много раз по этому поводу говорил и сейчас скажу. Все до одной проблемы пока что, тьфу-тьфу, решались письмами. То есть, вот как мы там бьемся, что-то непонятно. И прям реально я писал письма тем, кому это выгодно вся эта ситуация. И практически, я не знаю, со временем, бывает не всегда реагирую, конечно, со временем все до одной проблемы таким образом рассосались. Но мне никто не отвечал. То есть, ну вот исключительные случаи, вот я не знаю, писем я, наверное, десять как минимум таких написал, в таких серьезных ситуациях, когда нас там, что только с нами не делали. И это я сделал первый раз, когда я два месяца просто мучился. Просто мучился. Меня сначала забанили, потом мы разбанились, потом мы там торговали нас, мерзли два месяца. И просто пока я им не написал письмо такое, по-человечески, так скажем, и прекратили просто. Просто взяли и прекратили. Я думаю, блин, что я два месяца надо, дебил, не написал я ему. Вот. И после этого я всегда, в принципе, когда начинается какая-то там заруба такая непонятная. Вот. Потому что, ну, тьфу-тьфу, я больше никогда этого не начинал. Потому что опыт как бы набрался, получил удовольствие и понял, что действительно, мне правильно говорили, что война всегда принесет только убытки и все. Плюсы. Никогда она плюсы не даст. И с того, что я забаню или там удалю или еще что-нибудь сделаю с конкурентом, мне нифига от этого не прирастает, к сожалению. Ну, по крайней мере, такой негативный опыт. Вот. И вот письмами, нормальными письмами объясняю, что ниша полная, всем хватит места. Там, ну, я не знаю, элементарные вещи просто прописываешь. Мне до этого момента проходило. То есть, к тем же китайцам, если обращаться, если мы будем подразумевать, что вокруг меня одни китайцы, то у меня тоже срабатывал, на самом деле. Хорошо, меняем. Мы попались. Так. Ну, вроде бы у нас вопросов больше нет. Час уже прошел. Да. Ну, это стандарт. Да, стандарт. Тогда будем закачивать, наверное, да? Да. Вот. Если вопросов нет, то всем спасибо за внимание. Хорошего вечера. Да, да. Тебе тоже спасибо. Спасибо взаимно. Всего доброго. Всем пока. Так. Отключаемся. Отключаемся, да? Угу. Что я тебе наберу? Ага. Угу. 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 Продолжение следует...